здравствуйте дорогие друзья про город музей плавск уже были фильмы на нашем канале и будут еще так как мы ездили туда на протяжении всего сезона 2018 года было собрано огромное количество доказательств и отснят очень много интереснейшего материала как самом городе так и вокруг него сегодня мы отправляемся на 4 километра на юго-восток от города плавк село камынино тульской области к церкви покрова пресвятой богородицы хочу обратить ваше внимание что на момент съемок в июле 2018 года в нашем распоряжении были только те дозиметры которые вы увидите далее в фильме но благодаря тульскому отделению газпромбанка теперь у нас есть профессиональный сертифицированный дозиметр тут хочу особо подчеркнуть что дозиметр был предоставлен безвозмездно и безо всяких условий поэтому хочу выразить благодарность организации оказавший такую большую поддержку каналу поместив баннер в фильме а теперь давайте посмотрим на наш храм для начала как всегда кратко официальная историческая справка читаем книгу элеонора щербаковой на земле нашей плавской раздольной издание тула 2009 год цитата к 1722 году здесь уже имелся деревянный храм во времена когда данная местность была во владениях помещиков камыниных 18 19 веках название села было двойное и звучало так село покровское камынино тоже покровское пошло церковь и покрова пресвятой богородицы камынино от фамилии помещиков владельцев в честь которых село называется и сейчас в конце 18 века село купил сергей гагарин представитель известного местного княжеского рода кстати именно гагарином мы обязаны тем как сейчас выглядит город плавск и его окрестности и что в нем очень большая концентрация исторических зданий построенных на их средства так вот и в камынино в 1786 году был построен новый кирпичный храм с двумя пределами в стиле раннего классицизма храм был выполнен очень компактным и имеет не совсем типичный четырехлепестковый план внутри храм кажется очень маленьким до наших дней не сохранилась трапезна и колокольня а сам храм находится в заброшенном состоянии с 1888 года при храме открылась церковно приходская школа конец цитаты теперь давайте обратимся к уже знакомой нам книги приходы церкви тульской епархии извлечение из церковно-приходских летописей издания тула 1895 год страница 499 в книге или 505 на сайте государственной публичной исторической библиотеки цитата село камынино расположено по обеим берегам реки плавые находясь на гористой местности и пользуясь прекрасную проточную водою она принадлежит по своему положению к лучшим селам уезда лишь несколько неблагоприятно отзывается на урожай хлеба и трав это отсутствие лесов село тула стоит 60 верст от крапивной в 30 верст и в три версты от станции сергиева ныне плавск московской курской железной дороги время возникновения прихода неизвестно все местные предположения относящиеся к уяснению образования прихода и его название отличаются темнотою и не основательностью в настоящее время к приходу села камынино состоящую из трех поселков слободки сомовки и наречный принадлежат следующей деревне губа в полутора верст от храма мармы же в пяти верстах и сороченко бофина шести верстах прихожан мужеского пола 892 человека и женского пола 961 человек приходской храм во имя покрова пресвятой богородицы каменный и построен в 1786 году усердием князя гагарина в трапезной церкви два предела во имя смоленской иконы божией матери одигитрии какова икона особенно почитается местным народонаселением и во имя святого филарета милостеолога внешний вид храма со временем основание его не подвергался существенным перестройкам трапезная же была переделываемая изнутри и несколько расширена в 1877 и в 1885 годах частью на церковные средства а частью на пожертвования благотворителей на содержание храма имеется билетов на 2000 рублей притч состоит из священника и псаломщика земли усадебной одна десятина и полевой 27 десятин сенокосу нет церковно-приходская школа существует с 1891 года будучи устроена на средства неизвестных жертвователей в память чудесного спасения царственной семьи 17 октября 1888 года конец цитаты и кратко официальной исторической справки уже не в первый раз мы встречаем дату основания церковно-приходской школы в 1891 году связано это с выпуском учениц тульского епархиального училища но интересно не это а то что каждый раз с основанием церковно-приходской школы связаны какие-то путаницы тут дату точно не могут установить то как в данном случае неизвестно на чьи деньги организована школа вот когда была расширена трапезная это известно как же событие это значимое а вот когда и на чьи деньги была построена школа для детей точно никто не знает и вот кто бы мог подумать но а времени образования самого прихода тоже ничего не известно но есть отсылка к неким местным предположением отличающимся темнотою и неосновательностью проще говоря легендам также в 1895 году есть упоминание об отсутствующих лесах конечно внимательный зритель заметит что и сейчас в тех местах лесов немного или что их могли вырубить для земледелия смотрим на карту недалеко от плавка есть леса и по берегам реки плавые также есть леса одно дело что в советское время леса вырубали ради сельскохозяйственных полей но здесь по сути эта территория не пустыня и леса здесь могут произрастать и как мы видим растут и потом в официальной информации за 1895 год четко указывается что отсутствие лесов негативно сказывается на урожай хлеба и трав то есть корма для скота по официальной информации храм очень маленький и выполнен в нетипичном плане кстати если внимательно читать официальную информацию по другим храмам города плавска там также упоминается нетипичность планировки вот например храм всех святых а теперь друзья обратимся к современным фото и видеодокументам обратите внимание на стяжки в стену заложено даже не полоса металла а брусок толщиной в четыре моих пальца спрашивается для чего если применить формула и сопромата то получается что стены такой толщины и с такой армировкой запросто выдержат землетрясение в 10 баллов сразу возникает вопрос откуда тут взяться таким толчкам от того что верующие усердно молятся так они даже все не смогут поместиться в этом храме овальные окна все одного размера как по шаблону по центру купола висит цепь с крюком на конце а это около окна выдолбленное место но видимо для сейфа причем это углубление именно пробита уже готовой стене она не была выполнена при возведении стены обратите внимание на разные подоконники также мы видим сбитые четверти швы расшиты из 3 то есть при проектировании строительстве штукатурка внутренней стены не предполагалось при этом существующая снаружи штукатурка цементная и во многих местах она уже сбита или наложено повторно вместо сбитой храм ориентирован алтарем на северо-восток впрочем мы этому уже не не удивляемся немаловажный момент друзья внутри храма уровня радиации в пределах нормы даже ниже а вот снаружи наблюдаем незначительное повышение уровня радиации если раньше мы только гадали является ли это разница статистической погрешностью то теперь имея сертифицированный профессиональный дозиметр который измеряет как бета так и гамма излучения сможем сказать более точно с чем мы имеем дело еще раз благодарю тульское отделение газпром банка друзья как вывод могу сказать лишь одно изначально это здание не предполагалось использовать для религиозных нужд она просто для этого не была предназначена но в определенный момент времени его переоборудовали и она стала храмом друзья по горбу плавску и его окрестностям будет еще много фильмов поэтому я с вами не прощаюсь еще многое нужно вам показать и рассказать поэтому до скорой встречи все вам доброго до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...